Здравствуйте, меня зовут Сергей, я являюсь массажистом в массажной студии Михаила Грусь и я вам покажу, наверное, авторскую технику массажа, основываясь на классическом массаже. То есть я не сторонник чисто классического массажа, я всегда совмещаю массаж с другими техниками, максимально эффективными техниками. То есть если я вижу какую-то проблему, допустим, по спинке, то я стараюсь ее решить не только классическими способами, они у нас очень ограничены как такими, а всеми доступными, которые у меня есть в арсенале. Так как у нас, у нашей замечательной клиентки, я вижу ярко выраженное искривление, и вообще довольно хорошие проблемы по позвоночнику, в том числе, наверное, приседания самих позвонков, то нам бы ее надо вытягивать. То есть есть такие техники вытяжения, которые покажу чуть позже. Они очень мягкие, это не мануальные техники. Физиологическое вытягивание, да. Именно физиологическое вытягивание, то есть которое было бы ей наиболее приемлемо. И полезно. Да, и полезно. Но в любом случае вначале мы, естественно, прогреваем спинку. Нам надо очень хорошо ее изогреть. Прежде чем вытягивали. Скажи, пожалуйста, почему не чисто классикой работаешь? Почему добавляешь что-то? Ну смотри, я, допустим, начинал работать в нейрореабилитации, и у нас там было очень жесткое ограничение по времени. То есть на каждого пациента у нас 2 из 20 минут. И в эти 20 минут надо было принести максимальную пользу клиенту, человеку. И когда ты работаешь классикой, ты не можешь максимально дать человеку то, что ему необходимо. Всегда приходится применять и точечный массаж, и лимфодренажный массаж, и какие-то даже мануальные техники, когда это необходимо. Поэтому всегда в 20 минут стараешься, когда укладываться, то... Стараешься работать самыми эффективными элементами. Да, максимально эффективно стараешься работать. Это с одной стороны. А с другой стороны стараешься максимально быстро работать. То есть, когда один массажист делает легкие поглаживания, это время. И мы за один проход... Ну, допустим, я за один обычный проход делаю 3-4-5 проходов. Принося максимальный эффект. В общем, не жалел ты себя, да? Нет, ну, у меня как бы и отзывы были хорошими. И поэтому к нам попали. А-а-а... Все банально. Я думаю, не стоит делать... Если человек помогает людям, если человек выкладывается, то очень большой шанс, что он к нам попал. Да. Единственное, что вот при совмещении классики, да, и классическим массажем брыли, видового массажа, сам массаж становится не особо приятным. Да, не особо приятным. Это жесткий массаж. Да, из-за этого... Потому что классический массаж, он довольно приятный, медленный. Из-за этого он занимает много времени. Но для того, чтобы разогреть интенсивно... Для того, чтобы интенсивно разогреть, необходимо немножко больше усилий приложить. И поначалу это может быть неприятно, как ощущение. Вот. Из-за этого... После массажа может быть припатур. Естественно. После массажа может подниматься температура под вечер. После массажа может быть состояние снова. Это будет абсолютно нормально. Что делать? Как от этого... Для того, чтобы избежать от того, чтобы это прошло намного мягче. Все очень просто. Вечером пить чай, пить воду. Довольно большое количество жиркости. Тогда будет все хорошо. Как ваше самочувствие? Все хорошо? Не болит? Нигде не тянет? Настолько, сколько у меня спила, болит я долго уже не болит. Так все-таки поговорим немножко о именно авторской технике. Как она... Как ее создают? Как она появляется? Кто ее может создавать? Я думаю, любой здравомыслящий массажист, который понимает, что он делает. Который старается как-то себя улучшить. Старается как-то самообразовываться. То есть обычно люди, которые изучили, допустим, классику, они только классику делают. Они с утра до вечера одно и то же. Всем с разными проблемами. Всем с разными проблемами совершенно. А когда ты самообразовываешься, когда ты ходишь на курсы какие-то, помимо классики, ты знаешь, там, допустим, другие виды, другие техники. И ты можешь совмещать одно с другим, где-то компоновать, где-то улучшать, где-то брать, заимствовать. Итоги вот так, наверное, скрупулезно можно назвать так. В общем, для того, чтобы создать свою технику, можно сначала выучить и осознать правила игры. Правила массажные, чтобы не навредить человеку и чтобы работать по его проблемностям, именно по задачам конкретного человека. Я вам даже скажу больше. Надо для начала закончить какой-то медицинский колледж, чтобы знать, что у тебя с мышцами творится. Какие они в здоровом состоянии, какие они в больном состоянии. Пат-анатомию хотя бы изучить. Потому что очень много патологических случаев бывают на массаже. Поэтому да. Что посоветуем конкретно этому пациенту? Какие рекомендации можешь дать? Что помимо массажа ей необходимо? В первую очередь, я бы, наверное, советовал плавать. А во вторую, на доску Эльминова, наверное, просто протягивать мягенько, очень аккуратненько. Это в дополнение к массажу? Это в дополнение, конечно. И активность добавлять, да? Активность, это само собой. Активность, это у нас в первую очередь, чтобы у нас с ним хорошо ходило. Есть один из вариантов, когда добавлять немножечко физическая активность. В свое время, при Советском Союзе была вот такая замечательная вещь, называлась производственная гимнастика. Когда люди каждые два часа вставали из рабочего места, обходили от станков и занимались физическими нагрузками. По наклоню Акциям занималась 15 минут. Этого у нас катастрофически не хватает сейчас на рабочих местах. Людей сели в 8-9-10 часов утра за компьютер и встали. По большому счету эта гимнастика будет занимать у вас по времени 1-2 кофебрейка. Да. Или 1-2 перекора. Но все же получше будет сделать гимнастику каждые два часа. Восстановительные такие небольшие процедуры, чем заниматься все-таки кофе-питием и так далее. Оно намного лучше будет влиять и на состояние здоровья, и на продуктивность работы. Как понять, что авторская техника данного специалиста будет эффективной и почему должны выбирать тебя, нас или кого-то еще? Наверное, по человеку, если человек доволен результатом, в первую очередь он наверняка будет советовать своим родным, своим близким, те будут уже советовать своим друзьям. Если человек не знает, доволен или недоволен, легче ему стало. Какие там есть, может, маркеры? Как клиенту проверить своего мастера? Затрудняюсь, наверное, сказать. Но в первую очередь, наверное, для меня это результат. В первую очередь. То есть, если я добился какого-то результата, человек пришел ко мне с проблемой и я эту проблему решил или решаю, когда человеку становится легче, то значит все хорошо. Но, например, человек может спросить мнение специалиста или узнать про диагностировал ли сам мастер проблему человека, чтобы не было такого, знаешь, как мы вот эти классики, которые классику изучили и всем классику упасет. Не важно, какая проблема чего. Чтобы первый вопрос, который может задать наш клиент, пациент, зная свои проблемы, да, осознанно придя на массаж, чтобы массажист выявил эти проблемы и работал над его проблемой. Это первое, да? Ну, конечно. Потом по своим ощущениям слушать и ощущать и, наверное, если специалист говорит, что кроме массажа вам ничего не надо, ходите только ко мне, вот только массаж вам может помочь. Я вообще тоже считаю, что это нечестно, недобросовестно и, да, таких специалистов. Может не бежать, если вам нравится, конечно, ходите к ним, но, по крайней мере, можно задуматься. Ну, согласен, да. Наша задача рассказать всю правду, как она есть, дать человеку честные, объективные знания, как он может помимо массажа еще себя улучшать, оздоравливать. И человек уже сам принимает решение, какой комплекс он себе будет делать. Много ли там будет массажа или его чуть будет меньше, или вообще массажа не будет, он попробует чисто спортом или какими-то нагрузками это выбирать. В общем, каждый рецепт для себя выбирает разный. Я думаю, видео у нас получилось очень хорошее. Извини, перебиваю, что ты говоришь сейчас? Ну, я как раз хотел сейчас показать ту технику, которая вытяжение. Давай, как раз уже прогрели. Кому нельзя делать вытяжение? У которых есть проблемы, допустим, с грыжами, с протрузиями. Если позвонок проваленный. Нет, тоже бы не советовал никогда. Значит, мы должны пальчиками провести. Да, для начала мы должны определить, если какие-то серьезные проблемы и нарушения в позвонке. Потому что человек таких может просто не знать. Конечно. И просто элементарно вот таким вот образом тянем наверх. Это такая фишка, которая принесла мне довольно много денег. Не буду лукавить. И мало кто о ней знает. Мне эту фишку в свое время показали в Индии. И за что мне ее били по рукам, когда ее неправильно делаешь. Значит, надо более приближенно делать. Да. Угу. То есть, таким вот образом вытягиваем. При этом тянем затылок наверх. И можем несколько таких вот движений. Как ты относишься к вытяжению предплечьями? Хорошо. Хорошо. Любые грамотные выполненные вытяжения будут… Любые грамотные. Скажем так, любой человек, который понимает, что он делает, в первую очередь, это уже хорошо. Потому что зачастую люди приходят, которые вообще не понимают, для чего эти движения, не понимают, для чего эти техники. И начинают повторять. Просто повторять. Просто повторять. Да. Без понимания. Да. И это очень-очень большие проблемы с ответом. Уже нам. Да. На большинстве курсов такое происходит. Научили человека просто движение. Без понимания. Без осознания. Без осознания. Все, научили. И на все. Хорошо. И вот мы прогрели. Немножко повытягивали. И можем переходить к следующему. Манипуляциям. Да. Манипуляциям совершенно. Спасибо огромное за небольшую лекцию. Ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Да. Всем всего доброго. Пока-пока. Спасибо.